Коллеги, я тоже студент должен был привезти, к сожалению, оказалось, что сумма факторов не позволила ему приехать. Но, в общем, разрабатывали этот проект, еще в прошлом году я выступал тоже с похожим проектом, естественно, на конференции, но в результате того, что познакомился опять же на конференции Antlinux с коллегами из высшей школы экономики и получил доступ к неограниченному ресурсу, чем очень воспользовался, и предлагаю, кому есть такая потребность, тоже воспользоваться в виде студентов. Своя специфика, скажу прямо, есть какие-то ограничения, может быть, в этом, но, с другой стороны, перекрывает результат достаточно хорошо. И вот у меня теперь этот доклад получился в соавторстве. Ну, соответственно, основную работу тянули Илья Абрубов и Александр Крагин из высшей школы экономики, ну и я, как говорится, выступал в роли дирижера, который рассказывает и показывает, в какую сторону всем бежать. Проект этот связан с медицинской тематикой, существует, ну, к сожалению, проблема по онкологии, она актуальна. И вот медики решают эту проблему, пытаются решить сейчас эту проблему при помощи так называемой рамонской спектроскопии. То есть этот спектроскоп, который позволяет сделать, ну, можно сказать, даже отпечатки, такие структурные отпечатки пальцев с каждой ткани, и по этой ткани принимается решение, здоровая она или больная. В зависимости от этого решения уже назначается хирургическое какое-то вмешательство там или какие-то другие способы лечения. Ну, в медицинскую часть мы не уходим, мы чисто информационная составляющая. И вот поэтому, возвращаясь опять к тематике того, что мы имеем, хочу рассказать. Вот так выглядит рамонская спектроскопия. Спектрометр снимает с одной точки информацию. То есть, ну, как там, лазер 680 нанометров дает импульс, молекулы начинают колебаться, и в ответ получаем на выходе по оси Х у нас, соответственно, ответные длины волн, на какой длине волны, и по оси У у нас какие-то интенсивности. И вот таких вот спектрограмм получается очень много. Глядя на такую спектрограмму, ну, профессионал, может быть, что-то может распознать. Но таких профессионалов единицы, а людей-то у нас много, они живут в разных частях страны. И поэтому, чтобы диагностировать состояние ткани по этой спектрограмме, вот как раз вот наша система и позволяет это сделать. То есть, вот можно делать КТ какого-то среза участка. И вот по КТ видно, можно увидеть какие-то участки, где это находится. Но зачастую, когда уже врач общается непосредственно с больным, бывает очень сложно это определить, нужна высокая профессиональная составляющая врача. И вот система вот эта позволяет то, что мы видим какие-то части, пораженные уже КТ, увидеть при помощи вот этой равновской спектроскопии. Задача состояла в том, что у нас было вот 888, ну, так вот совпало, спектрограмм. И нужно было их все разделить на больные и здоровые. То есть, обучение идет в нейросети при помощи, обучение с учителем. То есть, мы уже знаем, что 456 спектрограмм, они из больной ткани, 432 они точно из здоровой ткани. И поэтому, зная, где какой файл, мы уже можем эти данные загрузить, загружаем в рамках нашей нейросети и дальше уже принимаем решение. Что для этого понадобилось? Ну, понятно, что сейчас все это работает на питоне. То есть, нампи-библиотека была. И вот, соответственно, хорошо компания Google предлагает достаточно свободно используемый продукт. И, соответственно, вот, и кроме Google еще и Яндекс. Тоже вот Катбустинг предлагает, то есть можно пользоваться, что мы с удовольствием и использовали. Потому что результат достаточно такой плавающий. И чем больше инструментов, которые могут позволять оценить тот или другой вывод сделать, это всегда хорошо. Вот, соответственно, подход строился из того, что сейчас благодаря студентам, я бы сам это, конечно, не потянул, но вот было несколько использовано моделей классификации. То есть, одна из моделей, это, соответственно, дает возможность нам, размещает объекты в нмерном пространстве. И потом из всех признаков замечают, что близкие объекты имеют, скорее всего, один и тот же класс. То есть, относятся к здоровью или, допустим, к больным. Ну и после этого объект неизвестного класса можно очень быстро найти в привязке к каким-то своим соседям. Ну, отсюда уже делается прогноз, какой у нас ожидается результат. Другая модель, это у нас логическая регрессия. Ну, самая стандартная, обычная, то есть логическая функция, единица, деленная на 1 плюс e в степени как раз из комы x. Это уже обычная линейная регрессия используется. Получившаяся модель у нас очень популярна в задачах классической, в задачах классификации, ну, потому что она достаточно простая и с высокой точностью предсказывает. То есть, ответ можно выразить как сумму коэффициентов, то есть каждую вот эту величину спектрограммы x умножаем на какую-то абстрактную. И после этого их все складываем. Когда их всех складываем, то получаем уже ожидаемый результат функции. И вот как раз эта регрессия позволяет корректно оценить вероятность классов, что мы могли потом уже сделать вывод о том, к какому классу данная спектрограмма относится. А выборка идет уже по градиентному спуску. То есть это математические всевозможные уже используются алгоритмы. Ну и еще один тоже использовался фреймворк. То есть модель была как раз конкурирующая с градиентным бустингом. Это вот кат-бустинг. То есть мы уже посмотрели, какие результаты получаются по этому кат-бустингу и обнаружили, что точность на несколько процентов выше, но, к сожалению, увеличивается время обучения самой модели почти в шесть раз. В связи с этим текущая итерация была использована. И в будущем, может быть, мы уже перейдем на кат-бустинг, чтобы получить максимальную точность, невзирая на количество итераций, связанных с обучением. Вот это архитектура всей модели. Можно сказать, что каждая из моделей, то есть вот наша спектрограмма по каждой модели анализируется, и результат по каждой модели, вероятностный результат, сводится в единый усредняющий какой-то уже эффект, и уже по нему осуществляется прогноз модели. То, что понятно, что чем выше прогноз модели, чем быстрее эта система работает, чем точнее она работает, тем достижимо быстрее наши необходимые цели. Вот тут я привел, как выглядят наши исходные данные. То есть мы помним, что у нас есть на срезе координаты. То есть по каждой координате x, y, соответственно, длина волны и интенсивность от набора этих данных. И на выходе, вот после кат-бусинка вот здесь вот у меня, вот мы видим, что нолик — это здоровая ткань, единица — это больная. То есть вот 400 точек, и вот по каждой точке мы можем определить уже, что там говорится, здоровая она или больная. А вот тут даже видно, с какой вероятностью. То есть вот первая точка у нас здоровая, с вероятностью 74%. Вторая точка больная, с вероятностью 86%. Что очень даже оптимистично и радостно было для коллег-учителей, врачей, прошу прощения, с учителями, работа для врачей, это все диагностировать. Естественно, мы все это выкладываем в общий доступ, мы заинтересованы, чтобы больше народу подключалось. Я это все поднял на Альтлинуксе. Конечно, были трудности с версиями Питона. Там он не вставал так, как требует тот же Google или у Яндекса. Поэтому пришлось взять из Докера. Ну, победили. То есть вот на сервере AsteroLaser.ru там вот можно зайти и по ней перейти уже посмотреть Юпитер ноутбук. Вот, про который в прошлый раз я рассказывал. Ну, кто интересуется, то готов поделиться более подробной информацией или рассказать о том, что в дальнейшем будет. Потому что хотелось бы, чтобы проект и дальше развивался. Он у нас идет чисто так вот, по собственной инициативе. На этом все. Спасибо. Так, вижу Грозного. Георгия. Я как член программного комитета еще раз призываю научных руководителей вытаскивать своих студентов с такими докладами. Если бы я знал, что доклад будете делать вы, доклад бы не прошел. Не прошел бы. Потому что это доклад про то, как студент натренировал нейросейс. Ну да. Как и практическая польза от нее, от этого, от этого плохо. Это сейчас происходит в десятках тысяч мест. Понимаете? Это вот то, что вы пытаетесь нас мотивировать. Мы от этого как уже даже устали. Понимаете? Мы пытаемся изгнать ML, потому что он очень удобный, он очень клевый, но это такое инженерное знание. Ну, не важно. Ну, конечно, инженерный доклад, но он не пенсирует на научность. Еще раз. Студент взял и применил Machine Learning, и у него получилось. Это как бы штука, о которой на конференции можно докладывать только студентам. То есть это не считается достижением. Поэтому, пожалуйста, приводите. Почему этот доклад прошел? Потому что оба фреймворка, которые вы используете, и CatBoost, и этот самый... Кираз? Кираз, да. Они полностью свободны. Кираз вообще часть TensorFlow. И вот поэтому это имеет некий интерес. Но Альтак так просто он не встанет, а тут он заработал. Так что, пожалуйста, с такими докладами приводите студентов, иначе мы просто... Извините, это был вопрос, а наезд. Георгий, можно спросить вот туда, в ту сторону? Вот туда? Да. А я пока задам, у меня второй микрофон. Спасибо за доклад. Очень интересно. Вот интересно, как вы работали с Machine Learning. То есть Machine Learning вы обучали модель в AdLinux, я правильно понял? Да, да, конечно. Через Docker. Ну, получилось, что я только через Docker смог победить, да. Ну, и насколько это вот... У вас небольшие модели, как я понял, да? Ну, 800 этих моделей, по 1000 данных каждой модели. И вот прям... Ну, не 10 тысяч, да, моделей. То есть ограниченное число. Ну, а сколько? У человека многое, невозможно частей отрезать. Ну, просто, да, вопрос, как справляется. Как справляется. А, нет, да, да, спасибо за вопрос, да. В общем, смотрите, ну, естественно, начинали мы это все... Ой, извините. Тестировать на Google Collab. Да, там в Google Collab можно ставить GPU-ускоритель. С GPU-ускорителем работало гораздо быстрее. Ну, на обычном, здесь Altium я смог победить только на обычном CPU. Ну, где-то в районе 6-8 часов обучалась, то есть, ну, терпимо, да. Ну, после того, когда она обучится, уже реально работает гораздо быстрее. Да, то есть несколько секунд решение принимается. Так, следующий вопрос. Есть такой вопрос. Смотрите, вот вы выполняли некоторую работу по обучению нейронок и так далее. Это все делалось, насколько я понял, в Юпитере, да, это тоже определенный код. Вот этот код его тоже надо выкладывать, чтобы он был доступен, и тогда сразу не будет вопросов, а как вы что-то делали. Ну, вот здесь он, да, выложен. А, он выложен, да? Да, да, да. И мой Юпитер, пожалуйста, заходите, ломайте, у меня копии есть, если что. Все, спасибо большое. Да, 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 конечно, конечно. Это было требование. Мне программный комитет прислал требование, я его выложил, да, я его и не срываю, конечно. Мы заинтересованы, чтобы больше людей этим кодом пользовались. Пожалуйста. У нас строгий программный комитет. Так, пожалуйста, следующий. Вопрос, касающийся просто точности. Обычно в таких задачах очень важны там ложно-отрицательные, ложно-положительные результаты. У вас помимо точности другие метрики вы смотрели? Ну, да, да, просто я не стал загружать, чтобы Гоша не наезжал больше. Спасибо, спасибо. Я не знаю, что я наезжал. Понятно. Так. Раз, раз, да. У меня вопрос про дообучение. Раз там 888, вот когда, допустим, на этой модели же потом будут уже реальные какие-то проверяться данные, да? И вот подразумевает ли данная модель дообучение? То есть придет вот реальные данные, мы туда загружаем, она делает прогноз, потом прогноз проверяется, и к этой модели можно вернуться и сказать, был правильный прогноз или нет, чтобы произошло дообучение на новых данных. Ну, безусловно, что сначала мы обучаем ее, потом уже тестирование идет, как потом наступают реальные данные, ну, по реальным данным мы видим, человек, если совпало это все, то мы их тоже включаем, и следующая итерация обучения уже будет включать набор тех вот этих вот полученных данных, на которых мы убедились, что больной человек, здоровый человек, и вот это все. То есть дообучение не на единичных будет, а это будет включено в набор данных и переобучено целиком? Да, в следующий раз переобучено будет, да, да, совершенно верно. А может рассмотреть вот какой-нибудь такой вариант, чтобы дообучать? Ну, вот я согласен с Гошей, что мы пользуемся уже какими-то готовыми инструментариями, поэтому вот только вот так он позволяет делать, да. Так, давайте последний вопрос, еще вопрос, ничего себе какой-нибудь интересный доклад вызвал. Самоганноинформационная составляющая. Вопрос практически, есть какие вы используете методов для отсеивания переобученных сетей? Это сети, которые добросовестно запоминают обучающую последовательность, но при подаче образца с признаком его игнорируют? Ну, средства те же катбустинга и кераз, которые у них встроены, то есть они показывают, что уходит точность на переобучение, она перестает расти, падает. Но мы говорим, все, значит, после этих итераций количество эпох мы не будем продолжать. Ну, смотрим на графики глазами и сами принимаем решение, что вот до сюда стоит обучать, дальше уже не стоит. А архитектура меняется в момент обучения? Не-не-не, ничего, просто количество эпох. То есть архитектура у вас константа. Да-да-да. Да, и давайте последний вопрос, у нас еще есть. А как вы оцениваете, не потеряем ли мы через поколение знания у людей, которые в состоянии интерпретировать вот такие вот сложные вещи? Вот ваша фротограмма, например, кардиограмма тоже не только лишь все могут прочесть. Не получится ли так, что останутся только нейросети, а кардиологи уйдут, естественным путем, и все, человечество, значит, попадет в рабство к машинам? Как с этим бороться, как с этим быть? Проблема такая отличная от нуля, очень многие, да, может быть, сами кардиологи в первую очередь переживают. Ну, когда-то лудисты тоже ломали швейные машины, такая татские машины, чтобы победить. Но, вы знаете, все-таки я рассматриваю с точки зрения, что если человек живет в каком-то небольшом городе, и он ограничен в получении услуги, а вот этот дистанционный способ позволяет ему медицинскую услугу получить, то все-таки я считаю, что надо ее развивать. Это мое мнение, но, конечно, к сожалению, оно может быть необязательным. Давайте в кулуарах, может быть. Юргий, может быть, в кулуарах? Маленький комментарий. Хорошо. В действительности это всего лишь способ распространения знаний. Обратите внимание, что сеть кто-то должен научить. Да, да, студенты вот эти вот как раз и учатся. Можно контролировать потом, когда люди уйдут. Продолжение следует...